Ребят, всем большой привет! Я очень рада, что вы ко мне заглянули. Вчера я получила посылку с iHerb и даже попыталась снять распаковку. Но знаете, вот так бывает не тот день, не тот ракурс. В общем, мне не понравилось видео. И сегодня уже, естественно, будет не распаковка. Я просто вам покажу те продукты, которые я заказала. И вы просто увидите, насколько они классные. Потому что практически от некоторых ничего уже не осталось. Вот, все уже открыли, попробовали. Поэтому даже будет еще более, мне кажется, такое продуктивное видео. И я поделюсь своим мнением. Я для начала хочу рассказать вам о чаях, которые я заказываю на iHerb. Также в предыдущем видео я заказывала чай. И мне очень полюбился чай от Йоги. И я заказала в этот раз немножко другие варианты. В прошлый раз я брала с мандарином. И мы буквально за неделю выпили все, потому что очень понравился чай. Мне нравится, что эти чаи идут без кофеина. И я просто жутко не переношу кофеин. Меня очень сильно колбасит. Поэтому я, к сожалению, не кофеман. И не могу присоединиться к огромному отряду людей, которые обожают кофе. Я, в принципе, могу иногда выпить кофе с молоком. Но реакция может быть разная. Может нормально быть, а может меня так колбасить, как будто я, не знаю, чего-то там приняла. И это же касается чая. Во многих чаях содержится кофеин. Я для себя нашла без кофеина. И нет предела моему счастью. В общем, очень вкусный чай. Я взяла стихиноцей для иммунитета. Очень понравился. Тоже уже пили. И лимон джинджер. Он такой, если вы любите, с горчинкой. Потому что здесь и лимон, и очень хорошо чувствуется сам имбирь. В общем, он такой немножко с перчинкой. Но тоже очень вкусный. Еще один чай, который я взяла на пробу впервые. То есть я этот бренд еще не покупала. Тоже очень мне понравился. Я вчера пила его, сегодня утром. И очень-очень нравится. Тоже он без всяких ненужных компонентов. Это органический чай. И это одуванчик. Вы знаете, вот если вы любите травяной чай. И, ну, очень часто такой некачественный. То есть либо горчинка, либо какой-то дешевый, ненасыщенный вкус. Вот здесь вот просто обалденное сочетание. То есть здесь нет такого, что просто одуванчик. Нет, здесь вот какой-то он травяной. Такой очень насыщенный. Без горчинки. Без какой-то вот... Ну, в общем, такая, знаете, классная смесь. Очень вкусная. Здесь в пакетиках этот чай идет. И мне очень понравился. Я обязательно, сегодня буду еще делать заказ. Обязательно закажу еще такой чай. Посмотрю, что у них там еще в ассортименте. Но этот мне очень понравился. Могу сказать, что даже чуть больше, чем этот. Хотя от этого мы тоже в восторге. В общем, для меня iHerb это такая чайная, прямо чайный кладезь. Что к чаю? Естественно, заказывали вкусняшки. И от них остались рожки-доножки. Вчера были полные коробочки. Но осталось по одному батончику. Взяли в этот раз шоколад-карамель и кокос. На самом деле, вот этот вот карамельный, он прям очень сладкий. Я, в принципе, так, сладкое иногда люблю с чаем. Сейчас стараюсь часто не употреблять. Но вчера вот попробовала. Но вот такой сладости я прям не могу. Он очень приторно сладкий. Такой, к примеру, как Марс. Марс я есть вообще не могу. Вот он очень сладкий. Кокос, напротив, очень приятный, такой сбалансированный вкус. Типа баунти, но без приторного сладкого привкуса. Этот батончик мне понравился. В общем, его я с удовольствием поела. Так, еще одну штуку, которую я заказала, это вот такой вот, типа, зеленый чай. Называется Мача или Мача. В общем, название, конечно, очень смешное. С этим напитком можно делать разные смузи. Например, здесь даже есть рецепт. Можно добавить банана, авокадо, молоко и, в общем, перемешать это все. И вот эту Мачу. Короче, нужно разобраться. Это японский напиток. Нужно разобраться, как его правильно готовить. Потому что сегодня попробовали с молоком развести. Ну, немножко горьковатый вкус. То есть тоже буду разбираться. Но заказала, потому что пробовали в кафе и было очень вкусно. То есть в горячем виде подавали, как чай. Здесь в пакетике 170 грамм. Это, кстати, не самый дорогой вариант. Там были подороже. Но, в принципе, тут очень много самого средства. Так что будем разбираться, как его принимать. Взяла очень прикольную маску. Мне показалось, что будет интересно протестировать. Это уже корейская косметика. Очень много, кстати, на iHerb корейской косметики. И, в общем, в общем, в общем, маска обещает быть веселой. И мы с вами ее протестируем. Она становится, по-моему, такой пенкой на коже, когда ее наносишь. Так что я ее просто открыла, но еще не использовала. Здесь есть лопатка и маска там такого немножко зеленого, по-моему, цвета. Заказала из бьюти себе кисточки Real Techniques. Очень хотела попробовать вот такой вот набор. Честно скажу, не было у меня до этого кистей, этого бренда. И он настолько расхваленный. Я пользуюсь кисточками Зоива. И я очень довольна. Они, ну, каждая кисть стоит своих денег. Когда берешь кисточку в руки, ты понимаешь, что, ну, вот, она добротно сделана. Из хороших материалов, из хорошего ворса. Но, в принципе, здесь ворс тоже ничего. У меня какое-то сомнение насчет вот этих вот ручек. Если здесь приятно, приятно трогать, да, то здесь такой, я даже не знаю, что за материал, но какой-то силикон, да. То вот эта часть, она такая железная, и она вот выглядит вот китайская кисточка. И все, вот здравствуй, Китай. Я не знаю. Конечно, я надеюсь, что кисти будут хорошо использоваться по назначению. То есть делать хорошо макияж, но именно сама упаковочка, вот эта вот, она меня как-то смутила. И выглядят они в жизни очень-очень дешево. Это, ну, вот, чтобы не соврать вам, честно. Я уже достала их, но еще не пользовалась. Сейчас все достану, вам покажу. Надеюсь, что качество будет хорошим, и я ошибаюсь. Просто немножко такое вот первое впечатление о самой, о самом дизайне, о самой упаковке. То есть я хотела такие яркие взять, чтобы как-то разнообразить коллекцию. Но вот это вот железное оформление, оно как-то довольно дешево выглядит. Вот, но кисточки сами мягкие, вроде бы ничего не лезет. Будем использовать, потом вам расскажу уже в процессе тестирования. Вот, и, собственно, весь мой заказ, предыдущий заказ тоже можете посмотреть. Мы там с Катюшей прямо открывали посылку и пробовали все. Я очень-очень довольна чаем. И я люблю заказывать вот эти вот вкусняшки, батончики. Они у нас просто разлетаются вот за вечер. Можете видеть, что вчера было 10 штук, осталось по одной. Вот, надеюсь, что видео было для вас полезным, интересным. Есть промо-код на скидочку, если захотите воспользоваться. И ссылки на продукты я также вам оставлю. Если будет интересно, можете зайти, почитать более подробно о них. Спасибо вам огромное за внимание. Мы увидимся с вами в следующем видео. До встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok